В Крымском районе прошел отчетно-выборный сбор казаков Таманского казачьего отдела. В сборе приняла участие и делегация из Славянского района. Что обсуждали казаки на встрече, смотрите в следующем материале выпуска. На отчетно-выборный сбор казаков Таманского казачьего отдела приехали делегации из восьми районных казачьих обществ. Во главе с атаманом Кубанского казачьего войска Николаем Долудой. На сборе также присутствовали депутат Государственной Думы Иван Демченко, депутаты ЗСК, главы шести муниципалитетов края, представители духовенства. В повестке дня было рассмотрено 11 вопросов. Самый главный из них – выборы того, кто возглавит Таманский казачий отдел в течение следующих пяти лет. Прежде чем приступить к голосованию, казаки заслушали отчет атамана Таманского казачьего отдела Ивана Безуглова. На сегодняшний день Таманский казачий отдел – самый многочисленный в кубанском казачьем войске. В своих рядах он насчитывает почти 67 тысяч казаков. И их численность продолжает расти. Выполняя решение Войскового совета Атаманова 3 августа 2016 года, Таманский отдел приступил к работе по увеличению численности казачьих обществ. Лучших результатов добились Славянское районное казачье общество, Абинское районное казачье общество и Темрюцкое районное казачье общество. Казаки принимают самое активное участие в общественно-социальной жизни региона. На них возложены задачи по охране общественного порядка, несению государственной службы. Они занимаются военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Система казачьего образования, которая включает воспитание подрастающего поколения, на сегодняшний день является одной из важнейших задач в нашей с вами повседневной работе. Руководство Таманского отдела уделяет этому направлению большое внимание. Благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Ведемирьевича Кондратьева, в Таманском отделе практически в каждой школе созданы казачьи классы. На сегодняшний день Таманский отдел является лучшим в кубанском казачьем войске. Иван Безуглый, возглавляющий его уже 20 лет и многое сделавший для укрепления казачества, заслужил высокую оценку атамана кубанского казачьего войска Николая Далуды. Когда пришло время голосовать, казаки единогласно поддержали кандидатуру Ивана Безуглого. В своем ответном слове атаман пообещал работать еще более самоотверженно, быть требовательнее к себе, а также к атаманам районных обществ. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует...